добрый день уважаемые подписчики сегодня у нас автомобиль volkswagen taureg 2004 года выпуска на механике 2.5 дизель на нем мы заменим передний сайлентблок нижнего рычага и стойку стабилизатора с правой стороны здесь застучало заболталось сейчас поднимем покажем как это все движется снимем рычаг и уже перепрессуем сайлентблок выдавим старый и запрессуем новый для этого мы сейчас поднимаем автомобиль откручиваем колесо снимаем его и уже будем там по ходу откручивать болты чтобы снять нам рычаг для этого сейчас поднимаем и приступаем подняли автомобиль сняли колесо наша стойка стабилизатора здесь уже резинка надорвана и сверху и снизу сверху вообще на вот раздавлена получается частично вот этот целеблок у нас гуляет сейчас монтажку возьму покажу вот так вот ходит все колесо поэтому мы сейчас его снимаем и меняем для этого мы откручиваем гайку привода здесь все в коррозии сейчас почистим зальем в дешкой потом откручиваем болт на стабилизаторе на стойке отодвинем его здесь нам надо будет привод отодвинуть чтобы шаровую выдернуть откручиваем вот это крепление стойки и оба целенблока сзади и спереди и после этого мы уже сможем выдернуть шаровую из сапфы продолжаем вставляем внизу отвертку вентиляцию здесь головка на 30 и откручиваем гайку принципе гайка открутилась довольно таки у нас хорошо а вот привод возможно придется по стучать почистили забрызгиваем гаечка здесь на 22 откручиваем здесь болт на 18 и гайка тоже на 18 открылników отверстие отверстие Наверху тоже у нас на 18 Берем оба этих крепления Откручиваем и мы сможем уже Демонтировать стойку стабилизатора На втулке оторваны Пыльник нам не дает болт этот вытащить Отвязываем стойку Гаечка на 20 Так, болт на 21 Да, болт на 21 И гайка следовательно тоже Гайка тоже на 21 И вот так все болты Откручиваем Ну что, столкнулись с проблемой Открутили гайки А болты вытащить невозможно Болты прикипели В сайлентблоках Проворачиваются только со внутренней втулкой Сайлентблока и один, и второй Коррозия сделала свое дело Съездили, взяли сабельную ножовку Вот такую вот штуку Сейчас мы ею разрежем болты С двух сторон И спереди, и сзади И уже снимем Теперь имеешь ввиду, чтобы не ломать, да? Да АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Всё замечательно Режется Втулку режет, да? Втулку вместе с болтом Вот таким образом продолжаем резать Отрежу, покажу Всё, обрезали мы болты Вот они Здесь выдернули Здесь так у нас обрезан и остался Сейчас мы С привода сняли Откис он нормально сошел Чуть-чуть постучали, не сильно Отбиваем шаровую и снимаем уже рычаг И после этого уже сможем Выпрессовывать и запрессовывать новые Саленблоки Вот он наш рычаг Вот они оба саленблока Вот этот саленблок здесь меткой Я пометил керном на рычаге Накернил Чтоб новый саленблок точно так же и поставить Ну как здесь видно Здесь всё вырвано И задний саленблок вырванный Передний он вообще болтается Просто втулка крутится Ого Всё оторвано Ну что Сейчас берём Выбиваем эти остатки саленблока И вставляем новый А их просто выбить По кругу он уже видно пошёл По кругу сейчас его отстучу И он выскочит сам Продолжаем Ну что, взяли мы Верхний саленблок Лимфёрдер фирмы Это передний 30 724 01 019 Взял оправочку Помазали Саленблоком Литольчиком И запрессовываем Литольчикось Звуч'RE Звуч и Звуч и Торст Звуч и Звуч ТОП 還是 Пane О Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такой цилиндлок... Это метка, про которую я говорил... Мажем тоже его... Вот зарубка, вот метка... Вот так вот его и устанавливаю... Продолжение следует... Вот так вот... Вот так вот... Все, саленблок у нас сидит... Этот у нас сидит... Устанавливаем... Ну что... Все мы запрессовали... Оба саленблока... Теперь... Мажем... Шлицевую... На привод... Купили мы также болты новые... На эксцентрике... Номера болтов... Сейчас скажу... Болт, болт, болт... А что они? Номер болтов нам не дали, да? Ну... К сожалению... В магазине... Номера болтов нам не дали... Просто в описании идет болт... Экцентрик и все... Поэтому номера... Я вам не скажу... Мажем их... Обильно... Оба болта... Вставляем в рычаг... Вставляем на место рычаг... Резьбу я помазал... Наживляем его... Шаровую опору... Заводим на место привод... И теперь мы вставляем... Сайлентблоки... В эти пазы... И заводим болты... Новый이에то... Заводим на место turn... И так же вставляем второй болт. Берем стойку стабилизатора, вот такая вот штука фирмы Febi, номер ее 31706. Здесь мы пока болт поставили, но сняли его, потому что вот этот болт у нас не входит. Также его смазал смазкой, вставляем его в тягу и уже вставляем его в стойку, иначе он просто не входит. Все, верхний болт мы вставили, теперь вставляем так же, помазал его смазкой и закручиваем. Наживляем, а затягивать уже потом будем все сразу. Теперь вставляем вот этот болт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И тоже наживляем бейку. Эксцентрики, болты мы поставили. Теперь берем снизу, одеваем шайбы, которые вот здесь сзади идут. Одна вот сюда идёт. А другая вот сюда идёт. И наживляем тоже гаечки. Смазываем наконечнику рулевому. Гаечку на привод одеваем. Этот я уже смазал шрус, резьбу. Поэтому берём, закручиваем и затягиваем. Всё, получается, мы всё наживили. Теперь берём, всё протягиваем. Так, ну что, пройдёмся. Привод затянули. Стойку стабилизатора вверху затянули. Внизу затянули. Аксцентрик передний на рычаге затянули. Шаровую опору затянули. Наконечник рулевой затянули. Крепление стойки затянули. Сзади сайлентблок эксцентрик затянули. Здесь ещё отключал датчик на износ колодок. Подключил. Всё. Всё мы собрали. Устанавливаю на место колесо. На этом замену сайлентблоков на переднем рычаге мы сделали. Всего вам доброго. Продолжение следует.